В России будут развивать производство иван-чая. Глава государства Владимир Путин уверен, что данный растительный напиток намного полезнее, цитируем, чем «Кока-кола, где одна химия». И пообещал поручить главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву заняться развитием соответствующей отрасли. Президент заявил об этом на форуме «Сильные идеи для нового времени» и взял под личный контроль этот вопрос. В следующем репортаже мы расскажем о Тверской глубинке, где возродили традицию заготовки иван-чая с сохранением всех его полезных свойств. «Собирай иван-чай, и здоровье получай», — гласит одна из русских пословиц. Забытой традицией возрождает в частности семья Аверьяновых в деревне Забелина Пеновского муниципального округа. Им удалось воссоздать технологию черного копорского чая из листьев кипрея узколистного. Так на языке науки называется иван-чай. Собираем чаек вручную, у нас специальные сумки, в которых он не преет. Потом привозим лист на производство. Берем мы только лист из центра стебля, неповрежденный, оставляя при этом верхушки, чтобы растение было неповреждено и смогло зацвести, дать потомство. Иван-чай — это многолетнее растение, в зелени которого содержится в три раза больше витамина С, чем, например, в цитрусовых. Пик цветения — лучшее время для сбора ароматного настоя. За 13 лет семья Аверьяновых успела изучить способы сушки, вяленья, обжарки, чтобы чай не бродил и не плесневел. Для этого придумали специальное оборудование и даже сложили русскую печь. Потом уже идет обжарка. Это нужно для того, чтобы все, чего мы достигли до этого, законсервировалось и не меняло уже свои свойства. Чай такой может храниться очень долго и с годами только хорошеет. Главное, чтобы влага не попадала на него, рассказывает Василий Аверьянов. Благодаря таким качествам спрос на продукт постоянно растет. В свое время Тверская область вслед за Питером славилась своими объемами заготовки такого чая. Как раз здесь проходил Волжский путь. Караванами из азиатских стран купцы везли товары до Волги. И дальше уже через Волгу доставляли до Москвы и уже в страны Европы. Современные фермеры надеются, что господдержка поможет им производить исконно русский чай в промышленных масштабах. Губернатор Тверской области Игорь Рудений считает, что поддержка частных хозяйств и потребительских кооперативов – это возможность расширять производство и минимизировать затраты аграриев. Аверьянов скоро планирует получить грант для развития производства через Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Чьи воды хотят на эти средства – расширить производство и купить автоматизированное оборудование.